Это информационный канал тема дня. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Нет проблем, Николаевна. Есть вам что сказать. В чем суть акции? Давайте расскажем. Я так поняла, что стартовали вы с конца прошлого года. Да, с ноября месяца началась у нас эта акция. Возникла она не просто так. Мы провели анализ наркоситуации на территории края. И чтобы оказывать адресную профилактическую работу, выбрали учебные заведения, в которых были либо совершенные преступления несовершеннолетними, либо административные правонарушения, либо были отравления среди несовершеннолетних. И привлекли общественность, общественные организации, которые совместно с нами и все заинтересованные субъекты профилактики и начали эту работу. В ходе акции на территории края за истекший период 2020 года проведено 162 оперативно-розыскных мероприятия. В рамках этих мероприятий выявлена 51 аптека и изъято 2 килограмма лекарственных препаратов, которые незаконно отпускались, в том числе и несовершеннолетним. В рамках этих мероприятий проведено более 100 рейдовых мероприятий в местах массового пребывания молодежи. В результате проведенных мероприятий возбуждено 90 уголовных дел и составлено 175 административных протоколов. Вы провели оперативную работу. Что касается работы со школьниками, с подростками, с теми, кто в зоне риска и в опасности, как именно с ними будете работать и уже ведете это? К ним приходят сотрудники полиции, те, которые владеют информацией, приходят совместно с наркодиспансером, представителями и приходят. Вот нам очень большую помощь и непосредственно по Краснодару оказывает общественная организация, федерация Киасюнкай Каратэдо, руководитель Таиров Тагир Гаджиевич. Дети приходят и показывают то, чего они достигли, своего мастерства и также пропагандируют, мотивируют детей к здоровому образу жизни и к спорту. Это такая вот альтернатива, да? Альтернатива, да. Показываем фильмы и ведется, конечно, работа по разъяснению ответственности наступления за правонарушение и преступление в сфере незаконно оборота наркотиков. Ну вот что касается вот в 2020 году и уже в этом году, да, насколько вообще в принципе актуальна эта тема, тема вовлечения несовершеннолетних в эти наркотические, наркотическую тему. Вот эта тема для Кубани, она актуальна? Конечно, актуальна. Она актуальна не только для Кубани, она, по-моему, это мировая беда, не только даже для России. Если вот говорить про Кубань, у нас на территории края зарегистрировано около 3000, вот в прошлом году, наркопреступлений. Раскрыто 4388 преступлений. В составе организованных групп 20 преступлений. Выявлено 54 притона и 9 нарколабораторий. В основном это дети возраста 14-16 лет. Это учащиеся средней школы, 6 человек у нас было, 7 не учатся и не работают, и 16 человек это техникумы. Ну я так поняла, что к акции НАБАТ подключены и вузы, это люди уже старше 16 лет, да? Фигурируют они в сводках вообще? Ну, они в настоящее время, как бы мы еще не посещали вузы, но планируем. Планируется и эту аудиторию тоже охватить, да? Давайте Елизавету Дмитриеву подключать к разговору, начальник отдела молодежного центра развития личности Минобра Края. Елизавета, как ваш центр подключается к антинаркотической акции НАБАТ? Силами общественников. Безусловно, это общественное объединение правоохранительной направленности, молодежный патруль, это активисты в волонтерских антинаркотических отрядах. Сегодня эти активисты есть везде, в городах, в районах, это отряды в школах непосредственно, в техникумах и в колледжах. Конечно, ребята, активисты выходят с правоохранительными органами, безусловно, совместно, но помогают и в распространении листовок, информации о пагубном воздействии, вообще о мерах, которые сегодня ложатся на тех, кто совершает преступления. Елизавета, а вот листовки, насколько действенный метод, диалог в этом случае строится? Конечно, строится. Я еще хотела сказать, что очень важно сегодня раскрывать не только профилактические темы, мы раскрываем такие темы, как фейк-ньюс, ведь та же ложная информация, которая поступает и о наркотических средствах, в том числе, ее нужно разъяснять, нужно давать молодежи понимать, что есть правда, что есть ложь и как это ранжировать и вообще использовать в своей жизни. То есть вы также со школами сотрудничаете, вместе с полицейскими можете прийти? Как важно, в какой форме подать информацию, в неназидательной какой-то, в нескучной теории того, что наркотики это плохо, будут ли слушать в этом случае подростки? Какие методы вы выбираете? Методы, ну то есть страшилок, конечно, это не выбирается сейчас и нельзя в профилактике использовать, если раньше, лет 10 назад показывали, да, гниющие тела. Да, сейчас нет этого? Сейчас этого мы не показываем, не рассказываем, мы детей мотивируем на здоровый образ жизни и рассказываем, что может повлечь за собой то правонарушение или преступление, которое они совершат, и как это в дальнейшем скажется на их судьбе. Давайте подключим к разговору Наталью Костенко, депутат Государственной Думы России, небезразличная эта тема. Наталья Васильевна, здравствуйте. Добрый вечер, коллеги. Да, мы знаем, что вы активно вникали во все вопросы, связанные с несовершеннолетними и наркотическими веществами. Вот какие инициативы законодательные по этой обозначенной проблеме, по проблеме профилактики наркомании среди тех, кому не исполнилось 18 лет, вами были предложены? Ну, так получилось, что пришлось заниматься предупреждением, да, наркомании. Как правило, дети наши вовлекаются в такие тяжелые жизненные последствия, как наркомания, не сразу с наркотиков, да, с каких-то, ну, курения и так далее и тому подобное. И в прошлом году, вы знаете, что мы все вместе боролись с распространением в школах никотиновых конфет и снюсов никотиновых. Собственно, по моей инициативе были внесены поправки в законодательство и, в принципе, запрещена эта продукция к продаже даже взрослым, да. То есть, насколько она вредная была, как выяснилось в процессе рассмотрения поправок. И вторая вот инициатива, буквально на днях поставили точку в ней, это запрет употребления веселящего газа. Тоже масса молодежи использовалась шариками, в которых закачивался газ. Это все происходило на дискотеках, местах массового скопления молодежи. Либо уже сейчас можно было через интернет пандемию заказать в любой дозировке баллон с газом, да. Там любой 14-летний, 13-летний подросток мог купить и, собственно, случались смерти. И буквально на днях тоже произошла смерть 16-летнего парня. Но сейчас это предмет для расследования. И, в принципе, у нас с Нового года уже сайты многие позакрывались, да. Конечно, в регионах это не сразу произойдет, но мы будем работать с МВД. То, что важно, на самом деле, в ситуации, когда каждый день вот эти дельцы, да, инициируют новые-новые одурманивающие вещества, которые распространяют в первую очередь среди молодежи, чтобы в дальнейшем, да, эти дети стали клиентами наркоторговцев, да. Вот это нам нужно сейчас решить эту проблему. И предложен системный подход, когда будет правительство утверждать список одурманивающих веществ, да. Это не наркотики, но те вещества, которые начинают распространяться среди молодежи. И они будут признаваться одурманивающими и автоматически попадать под ряд санкций, да. То есть и продавцы, и распространение будет блокироваться в интернете автоматически. Вот, поэтому тут государство у нас, к счастью, развивается, да. То есть и новые механизмы инициируют для того, чтобы поколение наших детей было, конечно, здоровое, да, и не попадало в лапы вот этим наркоторговцам в дальнейшем. Наталья Васильевна, мы сегодня обсуждаем антинаркотическую акцию НАБАД, которая проходит в Краснодарском крае. Инициировали ее полицейские Кубани, подключаются Министерства образования. Так вот, насколько важно комплексно работать в этом направлении, включая и депутатский корпус? Ну, безусловно, мы так, как законодатели, и сами выявляем, да, эти истории. Вот с НЮСы это родители поднимали вопрос, да, то есть закись азота, к сожалению, у родителей погибших детей. Вот, мы, конечно, реагируем, но здесь не хватает системности, действительно, в этом вопросе. Тут должны школы участвовать, да, потому что, когда мы с НЮСами занимались, мы увидели, что школы боятся выявления вот таких ситуаций, потому что это пятно на школьное, на то или иное школьное учреждение как бы набрасывает, да. Здесь не надо бояться, все-таки мы боремся за детей, да, там, их здоровое будущее, потому что, то есть, будущее нашей страны. И, безусловно, сотрудники правоохранительных органов должны тоже повышать свою квалификацию, потому что, к сожалению, закладки, да, вот это все еще остается реалиями нашего дня. Спасибо, Наталья Костенко. Поэтому здесь мы должны объединяться, да. И, безусловно, СМИ тоже. Спасибо вам большое за вашу работу. Спасибо вам. Наталья Костенко, депутат Госдумы, была с нами на связи. Елена Николаевна, вы так кивали, соглашаясь с тем, что школы не всегда хотят активно, да? Они не всегда хотят, и есть такое... Озвучивать эту тему, да? К сожалению, есть среди преподавателей еще такое бытует мнение, что если мы будем часто говорить про наркотики, мы вызовем интерес у детей. Ошибочное мнение. Но я считаю, вот мое личное мнение, что это 100% ошибочное мнение. Почему? Обосную. Я считаю, что сейчас структура наркопреступления, она вся перешла в интернет. Дети получают там информацию гораздо больше, чем со школы. И там на интернет-сайтах, в магазинах этих работают очень профессиональные и менеджеры, и психологи, которые могут очень много рассказать. Таким преподавателям я всегда говорю, если не мы будем говорить, за нас расскажут другие профессионалы. А, кстати, все эти полиции, как контролируют вот эти моменты в интернете? В интернете? Ну, сейчас очень большое внимание уделяется интернет-сайтам, и созданы специальные подразделения, это на уровне правительства, все. И достаточно серьезные идут расследования и уголовные дела. Потому что практически все преступления у нас идут через интернет. Если говорить о комплексной борьбе с этим злом, то я знаю, что волонтеры вашего центра точно, Елизавета, подключились к акции, ну, такой можно так ее назвать, замазывали, затирали на асфальте номера телефонов, какие-то данные по поводу продажи сайта, с Ньюсов, с Ньюсов и так далее. И так далее. Вот как эта работа была проведена? Вы поддерживаете это? Конечно, мы поддерживаем. Мы, опять же, совместно с правоохранительными органами выходим в рейдовые мероприятия. И в 2020 году более, ну, около 5000 таких надписей было уничтожено. Важно отметить, что мы не только уничтожаем, да, волонтеры не только закрашивают эти надписи, но и мониторят, где эти ссылки находятся и направляют в Роскомнадзор для их скорейшей блокировки. Это же тоже сверстники, по сути, да? Да, сверстники, но старше. Молодые люди, но старше 18 лет. Да, это обязательно, потому что здесь необходимо соблюдать этот возрастный отцент. Елена Николаевна, вот мы позицию школы немножко поняли по поводу родителей, их участия в этом процессе. С родителями также ведется работа, проводятся на родительских собраниях разъяснительные беседы, рассказывается о поведении детей, на что обращать внимание необходимо, и что предпринимать в случае, если действительно заподозрили, что ребенок связался не с той компанией и употребляет какие-то запрещенные вещества. А вас можно пригласить на собрание родительское, либо у вас какой-то график посещения, как это происходит? Если в рамках акции, то у нас, я говорила, выбрали, но были у нас прецеденты, что сами школы, сами техникумы обращались к нам с просьбой о том, чтобы мы пришли. Если есть необходимость у администрации образовательного учреждения, чтобы пришли и разъяснили на родительском собрании, то обращаются в МВД, и оттуда приходят представители, и в обязательном порядке все разъясняют. Еще памятка для родителей. Как понять, что что-то поменялось в поведении ребенка? Замешаны здесь наркотические вещества? Ну, смотрите, первое, если у ребенка, во-первых, поведенческое поведение изменилось, то есть может уходить из дома какое-то безразличие, либо нарушение сна, либо агрессия, да, либо, наоборот, подавленное состояние какое-то, необычные просьбы денег дать, пропадать ценности начинают из дома, да, ну, понятно, что наркотики это не дешевое удовольствие, потеря аппетита, похудение, бледность кожи, расширенные или суженные зрачки, ну, то есть все эти признаки, они могут говорить о том, что ребенок потребляет какие-то вещества. Но самое главное, задача родителей, да, не отстраняться от детей, а быть им другом. Вот первое, что, несмотря что работают и заняты, надо все-таки уделять время своим детям. И предложить альтернативу, да, я вот хотела, чтобы Елизавета подключилась. Да, я немножко закончу, вот в защиту школы. У нас, к сожалению, вот 20-й год, ковид был, да, дети ушли все на удаленное обучение. И мы столкнулись с большой проблемой. Пока дети в школе были, они были заняты. И не было такого всплеска вот отравлений среди детей и правонарушений среди детей. Все-таки школа очень серьезно следила за детьми. Как показала практика, что родители не всегда должным образом уделяют внимание своим детям. В общем, поняли, что родителям контроль. Очень коротко, Елизавета, на 21-й год, какие творческие спортивные мероприятия, акции вы для молодежи придумали, чтобы отлечь от наркотиков? Безусловно, но это спортивные марафоны, это диалоги на равных с известными молодыми спортсменами. В том числе, обязательно, что это в формате онлайн, то есть абсолютно каждый может в этом принять участие. Ну и молодежный центр развития личности, это о том, что необходимо и развивать интеллектуальное развитие, да, это что, где, когда, это различные фестивали. Поэтому максимально вовлекать досуговую деятельность. Спасибо, мы говорили сегодня об антинаркотической акции НАБАТ. Увидимся в начале следующего часа.